Школьных авторов, тех, которые изучали и до революции, и в советское время, и сейчас, Лермонтов всегда занимал и продолжает занимать значимое место, что, собственно, неудивительно, учитывая роль его творчества, как поэтического, так и прозаического, для истории русской литературы. Однако, как любая система, школьная система имеет свойство меняться, и интерпретация лермонтовского творчества, которое предлагали школьникам в разные периоды, тоже, разумеется, менялась. Изменчивость интерпретации Лермонтова, да и не только его, в школьном каноне тоже может представлять вполне любопытный предмет изучения. С другой стороны, изучение образа того или иного поэта в школе в разные периоды дает представление о том, как те авторы, да и просто рядовые читатели, которые вступали в сознательную жизнь, ну и затем в литературу в определенный период, какое представление о том или ином поэте они получали. И в этом смысле Лермонтов, ну как и Пушкин, оказывается очень показательным, потому что про него говорилось во всех учебниках, и посмотреть на его судьбу в этом смысле оказывается интересно. Вообще Лермонтову в школе повезло. Он очень быстро попал в списки для обязательного чтения, что с авторами в XIX веке происходило нечасто. Уже в 1942 году в одну из школьных хрестоматий входит казачья колыбельная песня, а в 1943 году, когда Алексей Дмитриевич Галахов, такой замечательный педагог и критик, собственно, составитель очень популярной русской хрестоматии, которая выдержала множество изданий в течение XIX века, так вот Галахов в эту свою новую русскую хрестоматию включает аж восемь стихотворений Лермонтова, причем таких, которые были опубликованы вот буквально за год, за два до того. Это совершенно беспрецедентный на самом деле случай, потому что на обычной хрестоматии включались те тексты, которые имели уже некоторую устоявшуюся репутацию. В 2013 году наши коллеги из Стартовского университета выпустили сборник, в котором представили результаты исследований бытования русской поэзии в школьных хрестоматиях до революции. И благодаря собранному им материалу можно составить себе представление о том, какие лермонтовские тексты, не только лермонтовские, активно читались школьниками до революции. С другой стороны, это еще сопоставлялось с существовавшими министерскими программами. Из тех текстов, которые пользовались популярностью и требовали обязательного знакомства школьников до 1917 года, это вполне ожидаемая та же казачья колыбельная песня, молитва, ветка Палестины, когда волнуется желтеющая нива, «Три пальмы, пророк». Этот выбор текстов, о которых мы можем судить по напору, входившим в хрестоматии до революции, рисует определенность, равно образ Лермонтова. Выбирая те тексты, в которых скорее мы видим приятие бытия, как даже молитва, или когда волнуется желтеющая нива, или даже выбор пророка и трех пальм, тоже здесь в какой-то степени рисует Лермонтова как поэта, для которого религиозная тематика оказывается важной. Специфика дореволюционного канона особенно хорошо видна по сравнению с теми текстами, которые изучались в советской школе. Советская школьная программа формировалась тоже, конечно, не сразу, и в 20-е годы там были разные сложные колебания, но где-то в конце 30-х, особенно в 40-е годы, была сформирована некоторая уже вполне продуманная концепция, которая, конечно, менялась в 50-е и 60-е годы, но не слишком сильно. И, собственно, Лермонтовский канон сложился уже где-то на рубеже 30-х-40-х годов. Но тут перемены вполне естественные. Конечно, те стихи, в которых так или иначе шла речь о каких-то религиозных чувствах, вроде молитвы или когда волнуется желтеющая нива, они, конечно, из школьного изучения пропали. С другой стороны, их исчезновение было компенсировано текстами другого рода. Ну, как тоже все учившиеся в советской, не только советской школе, хорошо помнят, что, может быть, ведущий текст Лермонтова, который читают все, это «Смерть поэта», текст написанный на «Смерть Пушкина». И, с другой стороны, тоже очень долго в школьную программу при советской власти входило стихотворение «Прощай, немытая Россия». Разумеется, к этим двум текстам школьный советский канон не сводился. Разумеется, там было и «Бородино», которое прекрасно читали на революции, и «Парус». С другой стороны, это были гораздо более суровые и проникнутые пафосом разочарования тучи, точки небесные, столь разочарованное и бросающее вызов светскому обществу, как часто пёс «Труй толпой окружён», и, с другой стороны, стихотворение «Родина» с очень сложной авторской позицией. Тут, если говорить в целом об этом каноне Лермонтовском, который был создан в советской школе, то что здесь можно видеть? Что Лермонтов предстаёт в нём прежде всего поэтом гражданским, его гражданская позиция очень хорошо видна и по смерти поэта, и с прощением этой России, Родины и так далее. Он поэт-изгнанник, то, что хорошо видно по тучам или по той же Родине. С другой стороны, он такой желчный сатирик, обличающий недостатки общества, например, как в «Часто пёс «Труй толпой окружён», но никаких его нежных человеческих чувств в советском каноне как бы нет. Здесь нет практически любовной лирики, вернее, она приходит очень-очень поздно. Любопытно вот ещё что. Что тем, кто составлял школьные программы советского времени, никак не мешал довольно сложный текстологический статус двух важнейших гражданских текстов, отобранных для школьной программы. Это «Смерть поэта», который вообще-то, это, безусловно, лермонтовский текст, но у нас нет, например, автографа последней части, где обличаются надменные потомки, знаменитое обращение к тем, кто толпою жадную стоит у трона. Ещё более сомнительно, и даже просто, откровенно говоря, сомнительно статус стихотворения «Прощение мытой России», потому что автографа никакого не сохранилось. Впервые этот текст был напечатан только в 1873 году, и этот текст известен по нескольким спискам, которые дают совершенно разные варианты текста. Они, конечно, отличаются не сильно, но выбрать из них тот, наиболее близкий к, вероятно, лермонтовскому тексту, вообще-то очень сложно. С другой стороны, все свидетельства о том, что этот текст написал именно Лермонтов, они тоже очень косвенные. Более того, не вполне понятно, когда этот текст был написан, при отъезде Лермонтова в 1940 году с Петербурга на Кавказ или же в году следующем. Тем не менее, при всех этих сложностях, которые до сих пор продолжают обсуждаться в академическом лермонтоведении, этот текст, как, безусловно, лермонтовский, долгое время входил в школьную программу. Что еще интересно? Как я уже сказала, основной канон, ядро советского изучения Лермонтова закладывалось в 40-е, начале 50-х годов, когда вообще в изучении литературы вернулись на волне, конечно, Великой Отечественной войны, патриотические ноты, патриотические интерпретации. Потому что раньше, если вы посмотрите учебники 20-х или 30-х годов, то там никаких особенных патриотических стихов вы решительно не найдете. А основные характеристики поэтов и писателей будут даваться через их классовую принадлежность. Тут же вводится очень сильная патриотическая нота, и именно в таком ключе, естественно, интерпретируется Бородино и, с другой стороны, та же самая Лермонтовская родина. В второй половине 50-х, начале 60-х годов, до школьных интерпретаций поэзии, в том числе Лермонтова, доходят оттепельные веяния. В чем это выражалось? Если раньше ученикам нужно было прежде всего смотреть на произведения с точки зрения их исторической привязки и классовой принадлежности автора, то теперь с точки зрения оттепельных методистов казалось, что такая точка зрения совершенно не учитывает вневременное содержание литературы, вневременное общечеловеческое. Школьные методисты начинают бороться против того, что учащиеся не чувствуют в предлагаемых интерпретациях старой поэзии ничего близкого им. Лермонтов, Пушкин и Маяковский раньше только должны были воспевать те или иные этапы революционной борьбы или какие-то их предвестники. Теперь же задачей кажется показать, что в Лермонтове, Пушкине и так далее может быть дорого теперь живущему советскому школьнику. В соответствии с этими тенденциями начинают меняться акценты в интерпретации лермонтовских текстов. В них делается акцент именно на том, как те или иные лермонтовские сочинения могут быть близки, понятны современному школьнику. При этом интерпретации такие доходили до каких-то совершенно невероятно почти абсурдных пределов. Например, стихотворение «Парус» знаменитое с призывом «Он мятежный просит бури» сопоставлялось тем, не таких же ли бурь просит наша советская молодежь, отправляясь на целину. С другой стороны, начинают ставиться совершенно по-другому и методические вопросы. Почему нужно писать сочинения уже не о том, как проявлялись те или иные общественные тенденции в образе Печорина, а что мне близко или дорого в Печорине, за что я его люблю или ненавижу? То есть желание увидеть в старых текстах вневременное, вечное содержание, с одной стороны, вроде бы должны были гуманизировать и приблизить к читателю тексты, но, с другой стороны, разговор такого рода совершенно уничтожал реальный исторический и историко-литературный контекст. Потому что если вас учат видеть в литературном тексте то, что близко и понятно нам, то это постоянно заставляет забывать о том, что очень важную роль играл именно контекст исторический и историко-литературный. И что героям, разумеется, нельзя относиться так, как живым людям. А, собственно, именно это во многом предлагали многие оттепельные методисты. Общечеловеческая интерпретация 60-х годов в последствии, уже в 70-е годы, была усилена и дополнена теми же патриотическими интерпретациями, которые предлагались раньше. То есть произошел опять откат назад к условно-историческому контексту, с одной стороны, а с другой стороны, к более академичному преподаванию литературы. И в учебниках 70-х годов закрепилась такая, ну, такой синтез. С одной стороны, там оставались новые оттепельные штампы, требующие изучения вне временного и личного, а с другой стороны, там на некотором новом уровне были переписаны штампы старые, патриотические. И в этой такой странной синтетической конструкции Лермонтов дожил до конца советской школьной программы и, как можно видеть, частично в таком же виде перешел и в современную школу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова